итак давайте смотреть что у нас происходит с курсом курс бвсд на сегодняшний день 0 87 тысяч доллара то есть чуть чуть меньше девяти центов скажем так что мы здесь видим мы видим объемы торговли на самом деле не небольшие очень всего-то 420 долларов за последние сутки ну и собственно вот здесь вот мы видим график торговли то есть если мы сравним например с курсом а неделю назад это получается было 9 марта до 10 дней назад на неделю 9 марта был курс 29 центов потом он соответственно упал примерно до 20 центов и вот с тех пор находится примерно на одном уровне то есть последние вот начиная где-то 14 марта плюс минус более-менее на одном уровне так ну вот мы видим сделки мы видим сделки а вот они ну как мы с вами посмотрели в принципе объемы торговли очень небольшие всего-то 421 доллар за последние сутки значит а в чате по клубу utl было озвучено несколько интересных новостей например новости за 12 марта звучит так отличная новость с этого месяца будет запущен механизм ежемесячного увеличения стоимости основного токена utl на 50 долларов то есть получается каждый месяц ожидается что его курс должен расти на 50 долларов стартуем с 15 марта 23 года для ускорения процесса слияния двух токенов предлагается выровнять цену основного и обернутого токена путем ежемесячного переноса 500 системных ордеров utl в конец очереди на таких же условиях 100 штук по уже более высокой цене и шагом 0.1 другими словами 500 системных ордеров по 100 токенов в ордере то есть 50 тысяч utl каждый 15 число месяца переставляются и мы делаем рывок стоимости токена раз в месяц плюс 50 долларов продажа большего количества токенов по более высокой цене ускорит наполнение обеспечения процесс перестановки не останавливается до момента выравнивания обоих токенов цене это значит что все клиенты которые купят основной токен до 14 марта включительно получат минимум доходность за этот месяц на токен утил те минимум 50 долларов или мы минимум 12 с половиной процентов валюте не упустите такую возможность и доведите информацию до всех клиентов ну собственно насчет этого механизма мне особо добавить нечего только как говорится любая теория проверяется на практике то есть и как сработает данный механизм но это уже время покажет то есть принципе с 15 марта прошло 4 дня то есть у кого-то есть какие-то замечания потому что у меня нет кабинета на новом сайте соответственно я не могу видеть текущий курс токены utl то есть следующая новость опубликована 13 марта и здесь достаточно интересная тема освещена давайте вот этот текст прочитаем я думаю многих из вас есть ряд вопросов про наши продукты попробую дать не на некоторые из них ответ почему люди захотят покупать utl-tw то есть обернутый токен utl-tw имеет обеспечительную или страховую стоимость в бвсд ниже которой она не будет согласно математическому алгоритму utl-tw все время растет по заданному алгоритму каждые последующие проданные 1000 токенов в системном ордере приводят к одража удорожанию стоимости на 1 бвсд к примеру если у члена клуба 10 токенов utl-tw рост стоимости на 1 бвсд добавляет члену клуба 10 бвсд utl-tw определяет долю участия в распределении прибыли клубой utl валовый объем прибыли полученный клубом ежемесячно распределяется на количество инвестиционных токенов utl-tw чем больше у члена клуба токенов utl-tw тем больше он получает дивиденды окей так utl-tw дает дивидендную доходность ежемесячно с первого по пятое число по заданному параметру 15-20 процентов годовых на вложенное количество бвсд стейбл коэн и usdt если вы инвестировали 10 тысяч бвсд в акции utl-tw в течение года 12 месяцев валовый показатель ежемесячных дивидендов среднем составит сумму около 1500 usdt но вот смотрите коллеги сразу у меня возник вопрос при чтении этого текста в порядке ли у автора данного текста с математикой до то есть смотрите он пишет по заданному параметру 15-20 процентов годовых если вы хорошо возьмем 20 возьмем максимальную доходность 20 процентов годовых разделить на 12 месяцев равно 1 и 6 процентов в месяц до 166 хорошо и он пишет и или она я не знаю кто автор если вы инвестировали 10 тысяч везде в акции течение года умножаем получается 10 тысяч умножить на 166 сколько получается ой проценты забыл добавить еще раз 10000 умножаем на 166 процента равно это всего лишь 166 единиц бвсд например то есть если мы инвестировали 10 тысяч бвсд нам начислили 1,6 процента то всего лишь 166 а он пишет валовый показатель ежемесячных дивидендов среднем составит сумму около полутора тысяч я что-то не так понял или он совершил ошибку в 10 раз вот бвсд токен обеспечен активами зеленой компании на сто процентов соотношение бвсд один к одному доллар сша смарт-контрактом как только активы зеленой компании конвертируются в криптоактивы в виде стейбл коинов они будут обратно конвертируемы в usd-t busd usd-c по паритету объема валовых активов и количество оставшихся бвсд после сгораний примеру если к моменту полной конвертации активов зеленой компании в криптоактивы через два года останется всего 50 процентов бвсд после сгораний то оставшиеся бвсд будут обеспечены в паритете 2 usd-t or и по привычке так 2 usd-t busd usd-c или 1 бвсд то есть минимальная страховая обеспечительная стоимость будет 1 бвсд или 2 usd-t едем дальше бвсд является единственной криптовалютой с помощью которой можно купить utl-t w и обратно utl-t продается за бвсд для новых участников чтобы получать все выгоды токена utl-t нужно за стейбл коины либо usd-t busd usd-c купить бвсд и накупленные бвсд покупать utl-t w бвсд выпущен в ограниченном количестве 895 миллионов токенов у токена бвсд высокий коэффициент сгорания а значит алгоритм удорожения когда члены клуба начнут продавать utl-t w уже купленные обратно будет сжигаться семь процентов бвсд когда будут получать фин помощь от 3 до 7 процентов бвсд с каждой фин помощи плюс два процента с каждой транзакции по обмену таким образом держатели бвсд получат два эффекта рычага увеличения стоимости своих активов первое в момент первый эффект как бы в момент слияния двух токенов utl-t w w и utl-t и 2 когда полностью будут реализованы активы зеленой компании изолита в страховой фонд ориентировочный прогнозный срок слияния от 2 до 3 лет но скорее всего еще раньше но относительно сгорания то есть еще раз мы это тоже будем обсуждать то есть именно идея сжигание идея сгорания то есть это так называемая дефляционная модель когда имеющихся токенов количество токенов уменьшается а спрос остается прежним остается прежним соответственно это приводит именно к росту курса ну согласно согласно их плану так главная рекомендация пишет автор текста наилучшей стратегии для простых членов клуба является купить за свои бвсд токены utl-t w сколько бы она не стоила ежемесячно до 3 числа получать дивиденды маленькие немаленькие это 15 процентов годовых еще лучше скупать бвсд которые сейчас продаются идешь за дешево и проинвестировать их получая повышенную дивидендную доходность от 40 до 80 процентов годовых используя рычаг купить несколько раз дешевле радоваться росту цены своих токенов и ожидать слияния токенов и полной конвертации активов зеленой компании к тому времени ваш криптоактив вырастет кратно ну то есть по мнению автора этого текста в принципе все вышеперечисленные шаги как раз должны привести к росту курса токена и как здесь написано к тому времени ваш криптоактив вырастет кратно вот радоваться росту цены своих токенов на другой вопрос сколько времени за них займет рост цены токенов да и за какое время это все произойдет почему люди захотят хранить токен и у талти w когда последние 10 миллионный токен и у талти продастся его стоимость составит 10 тысяч долларов сша то есть это согласно алгоритму насколько я понимаю инвестиции в криптоактивы делают долгосрочные а хранить и талти токен и талти не только перспективно но и вкусно ежемесячными дивидендами прогнозно при активном продвижении клуба ютил данного целевого параметра 10 миллионов токенов можно добиться за 5-6 лет данного целевого параметра 56 лет то есть получается еще раз согласно плану соответственно вот эти токены которых выпущено ограниченное количество должны быть проданы и вот по оценке автора текста это может произойти в течение пяти-шести лет как и когда они смогут продать ваш токен продажа токеновит и utltw происходит так же быстро как и покупка главный вопрос когда лучше продать его некоторые продадут его сейчас за бесценок некоторые через год с плюсом и дивидендами а некоторые через пять лет при достижении максимальной цены десять тысяч долларов а некоторые будут хранить и получать дивиденды и получать преимущество от дальнейшего роста поскольку в клубе самым богатым окажется тот кто останется последним поскольку все ему оставят семь процентов от продажи своих токенов так вот этот момент мне непонятен почему именно именно последний получит все семь процентов от продажи всех токенов то есть это семь процентов идут куда то есть в некий в некий пул который потом достанется именно владельцу владельцу самого последнего токена а коллеги есть комментарии по выше прочитанному тексту вот смотрите такой вопрос если у меня допустим я хочу купить бвсд я их покупаю вот в кабинете просто не переводя свои деньги то есть за 70 долларов допустим за ту комиссию которую я заплачу в bnb непонятно какому человеку я куплю сколько нам получается 700 долларов по курсу за 70 700 бвсд соответственно я могу купить на эти деньги 1 utlt или даже 2 если они по 300 соответственно я уже сразу в плюсе на сколько на 700 процентов и их продать зачем мне тогда выводить свои деньги которые у меня находятся в этом зеленом кабинете или в синим вот это непонятно хороший вопрос коллеги у кого-то есть мысли по данному поводу зачем продавать то что находится в зеленом кабинете как в том анекдоте до в той сказке зачем я корова тебя продаю такая корова нужно самому то есть по факту мы же платим допустим те же 70 долларов комиссии но на них мы можем на 70 долларов купить бвсд и остаться еще и в плюсе а те деньги которые есть кабинете они там же и останутся то есть логики никакой получается просто людей разводят на bnb на нормальные монеты и при этом дают какие-то бвсд сами деньги в эти евро все которые вкладывали уже в любом случае сгорели их никто не получит вот но это мои мысли как я это вижу ситуацию ну да относительно евро как видим уже никто особо и не вспоминает уже в том тексте что я прочитал слова евро вообще ни разу не встречается то есть речь идет про токены у тлт у тлт w бвсд и так далее если нет такого смысла выводить как будто эти деньги с кабинета можно просто покупать бвсд вот если уже вы верите в эти у тлт потом и соответственно за 70 долларов покупайте 700 бвсд ждете пока они не вырастут до хотя бы к доллару и продаете их ну мне кажется даже можно сейчас выставить по 05 их любом случае у вас вам продадут бвсд по 05 тоже они по 08 хорошо спасибо что поделились вашими соображениями я тогда продолжим какая будет его стоимость стоимость утилки и бвсд будет расти постоянно даже после последнего системного токена за 10000 долларов поэтому наилучшей инвестиционной стратегии остается принцип купи и держи buy and hold текущие цены не должны вас беспокоить вы постоянно регулярно покупаете а покупать сейчас очень и очень выгодно резюмируя выше изложенное я хочу обозначить что сейчас наиболее удачное время для вложения в наши продукты а еще раз подчеркиваю это пишет автор канала youtube клуб это как бы не мои сочинения дам так и вот 17 марта было опубликовано следующее сообщение компания приняла решение не ждать 9 мая чтобы включить финансовую помощь на youtube и w планируется до 20 марта открыть получение финансовой помощи условия получения финансовой помощи бвсд залог утилки w на один год 30 процентов от обеспечения сжигания бвсд 7 процентов за год залог утилки w на полтора года 40 процентов от обеспечения сжигания бвсд 10 процентов за полтора года и залог утилки w на два года 50 процентов от обеспечения сжигания бвсд 13 процентов за два года у вас есть возможность решить сейчас свои вопросы финансовой помощью а позже снимите бвсд зеленых кабинетов таким образом вы не упустите все начисления дохода кэшбэка а также это ваша прибыль лучше сейчас иметь ютилки w и ежемесячный доход на него в юэс детей хороших вам выходных товарищ прометей у вас там идут какие-то посторонние шумы вы выключаю вам микрофон значит так еще раз давайте смотреть то есть получается здесь как мы помним на счетах vista существовал такой инструмент ломбардный кредит или кредитное плечо ломбардный заем по-разному его называли который составлял 70 процентов от суммы на счете насколько я понимаю здесь применяется подобный принцип только процентные ставки здесь меньше 30 процентов от обеспечения 40 процентов от обеспечения 50 процентов от обеспечения причем при каждой операции именно при взятии вот этой как они называют финансовой помощи вот так вот я выделю желтым да здесь происходит еще и сжигание бвсд либо семь процентов либо если берется финансовая помощь берется на год либо 10 процентов за полтора года либо 13 процентов за два года то есть опять таки насколько я понимаю это именно механизм дефляции то есть сгорание токена бвсд должно привести к росту его курса то есть уменьшению количества так вот здесь еще раз у вас есть возможность решить свои вопросы финансовой помощью а позже снимите бвсд с зеленых кабинетов таким образом вы не упустите все начисления дохода кэшбэк а также это ваша прибыль хороших вам выходных так по данному объявлению какие-то мысли есть коллеги пожалуйста включайте микрофон говорите и последнее сообщение от 18 марта 23 года то есть вчера сегодня у нас сами 19 марта хочу еще раз вам напомнить основные причины по которым растет стоимость всех активов нашего клуба сжигание бвсд 2 процента продажа бвсд на юсдт то есть я так понимаю это обмен 2 процента комиссия до 7 процентов при продаже и тлт w на бвсд 4 и 4 бвсд это комиссия при пополнении и выводе 7 процента финансовая помощь на год 10 процентов на полтора года 13 процентов на 2 года беспрецедентно огромное сжигание от 6 операций с бвсд и и тлт w более чем достаточно для эффективного использования дефляции токена бвсд и формирования за один-два года дефицита токена а также рост его стоимости то есть еще раз получается конечная цель всех данных процедур и операций именно в том чтобы уменьшить количество токенов создать их дефицит что по задумке должно именно привести к росту курса росту его стоимости как они пишут финансовая помощь под залог и тлт w цель стейкинг у тлт w соответственно и бвсд чем меньше его в свободном доступе тем выше стоимость у тлт w и бвсд второе запуск сжигания комиссии бвсд за получение финансовой помощи момент ее получения 7 10 13 процентов моментально увеличат объем сжигания быстрый эффект дефляции я то есть уменьшение количеством они отдам и третье выкуп всей эмиссии и тлт w самый важный элемент на выкуп всей эмиссии и тлт w необходимо 899 миллионов 500000 бвсд с учетом первого сжигания осталось восемьсот девяносто три три целых шестьсот пятьдесят четыре миллиона бвсд то есть как вы наверное видели сообщение что уже определенная партия бвсд была сожжена то есть получается количество токена бвсд которые в природе существуют уже уменьшилась их уже соответственно стало меньше чем было раньше при запуске финансовой помощи токена станет еще меньше потому что начнется как раз именно сжигание как мы здесь смотрим сжигание бвсд при различных операциях так другими словами часть обернутого токена будет куплена в долг долг будет формировать в будущем спрос на бвсд я думаю этих причин более чем достаточно для того чтобы обратить внимание на все продукты клуба также напоминаю что на днях открывается выдача финансовой помощи под залог токена ю тлт w ну то есть смотрите получается ну как я это вижу в принципе многим нравилось вот это именно идея ломбардного кредита или ломбардного займа когда буквально нажатием мышки можно было получить ломбардные займы и решили именно использовать использовать похожий инструмент только назвали его финансовой помощью но обратите внимание что если раньше ломбардные займы выдавались просто за счет тех евро которые находились на счет и виста то сейчас они выдаются именно под залог ю тлт w вот то есть опять но насколько я понимаю это должно именно создать спрос на данный токен до за час за час до созвона вот алия в нашем чате вы написала такой комментарий на котором я тоже текстом дал ответ хочу еще раз проговорить то есть алия написал ребята те кто продает bbsd почему курс выше не выставляете bbsd-шки покупаются ордера исполняется моментально не успевают в очередь встать судя по данным в синем кабинете так никогда курс не поднимется обернутые токены же покупаются зачем сливаете за копейки свои bbsd но насколько я понимаю как я и написал в текстовом комментарии то есть чтобы токены продавались по желаемой цене естественно должны быть люди желающие их по этой цене купить то есть рыночная стоимость биткоина сейчас 27 тысяч долларов да можно конечно сказать что ты продаешь так дешево 27000 поставь цену 30 или 100 тысяч поставить можно это не проблема вопрос в том что кто будет у вас покупать bitcoin за 30 тысяч например если рыночная цена 27 то есть человек например посмотрит на выставленную вами цену и скажет ну окей чувак чувак хочет за свой bitcoin 30 тысяч но так я пойду на биржу и куплю по рыночному курсу 27 500 у кого-то другого вот и все поставить можно как говорится любой желаемый нами курс вопрос том именно будут ли желающие по данному курсу купить как как в рыночной экономике и принято то есть наши хотелки это одно а вот возможности соответственно других это другое можно вставить свое слово да это я говорите понимаете да я же не имею ввиду что по доллару купить я к тому что цену повышать все равно ну в основном люди занижают там же видно что ордера продаются то есть даже если поставить по 02 это хоть как-то повысит изначально стоимость этого токена и по 02 возможно люди начнут его покупать потому что других предложений тоже не будет вот я к этому смыслу то что в любом случае ценность можно этого токена повышать потому что рынок сейчас регулируем мы вот и ордера исполняется покупается реально там очередь не выставляется вот как только появляется покупатель сразу же продается и все мне кажется вполне это реальная тема не сразу естественно доллар выставлять кто за доллар будет покупать никто у нас не готов даже и за 03 вон не покупали я в этом смысле имела ввиду свое предложение хорошо спасибо за пояснение коллеги пожалуйста что думаете по такому варианту то есть если например курс повышать но повышать постепенно не резко до приведет ли это к ожидаемому результату я пока как раз переключусь на на тему нашей беседы а именно на на странице где отображается курс текущий курс be везде то есть еще раз посмотрим мы видим что текущий курс 0087 как видите я уже это показывал объемы за последние сутки очень небольшие всего-то 421 доллар хотя по моему вчера или позавчера в общем-то сумма там доходило почти до 2000 долларов ну вот ну и если наблюдать курс последнее время за последние несколько дней ну в общем-то курс в целом держится более-менее стабильно то есть не не придет вверх но и не падает сильно вниз то есть вот где-то примерно сегодня у нас 19 марта вот где-то с 12 марта получается в 12 марта курс был 11 и сейчас вот 9 сейчас чуть меньше 9 до 86 так вот они как раз последние исполненные ордера здравствуйте да привет сергей ну что там ясь сегодня был срочный сумм там вышел на минут 15 у меня с 40 обвернутых и и и это вы и вот и 10 на два года брать там по 13 процентов мне к около тысячи юзит и завести на то чтобы взять финансовую помощь и вот думаю выгодно будет это сделать или нет резон будет от этого или просто уже на 40 и и от и обернутых полу получать эти 10-12 долларов на каждый токен уже не вляпаться дальше выкачивание идет денег постоянно но вот смотри ты насколько я помню зашел в клуб достаточно давно еще в двадцать втором году и ну вот твое резюме на данный момент что можешь сказать доволен и я свои то вытащил я зашел на стотысячный портфель и через четыре года восемьдесят тысяч заработал а эти сорок тысяч остались в ст у меня там я каждый месяц выводил их да ты имеешь ввиду когда еще счет виста работал да то есть ты старался выводить вот эту прибыль каждый месяц спрос был бешеный на на внутренние я сам заводил когда сорок тысяч евро я отправлял инвойсом потому что так такой внутрянки не было ни в астане у мид такая лидер была она потом ушла ни у кого не было им и мне пришлось отправить инвойсом ждал три дня переживал ну не но ничего пришло все нормально все работало тогда потом адвокэш подключили слушай но это ты вспоминаешь дела давно минувших дней предание старины глубокой это было давненько а ты расскажи нам именно про клуб ютл вот в клуб ютл то то что ты зашел доволен ты результатом или не очень ну я зашел как пассивный инвестор никого не приглашаю уже и раньше и раньше никого не приглашал у тебя первые токены на 6 с половиной и издет покупал по 309 42 токена что ли взял до сразу и вот с них где-то с одного токена получаю ну когда какой месяц 8 долларов 6 в среднем 250 300 долларов в месяц от такой суммы это конечно мало но я надеюсь что он вырастет первый который улт а вот этих я взял в изд шик который свиста перевел и обернутых взял у меня 40 их я заводил и и издет 7 процентов чтобы выкупить это все но еще не получал я даже не знаю какой будет процент в апреле на такую сумму мою сейчас пока посмотреть хочу у меня просто еще другие есть проекты я так уже так сильно сюда не вляпаться не хочу и других не приглашаю хотя говорят сейчас такая возможность можно взять в изд-шки подешевле поприглашай веру нет я посмотреть хочу global star club возможности безграничны